Всем привет! Это Радиус и мы продолжаем прохождение игры X3 Рассвет Альбиона с модом Брак Государств. Пока я решил спокойно полетать по галактике, поисследовать, немножко расслабиться, повыполнять какие-то ненапряжные миссии. В общем, успокоить нервишки после недавних событий. Вообще, понаслаждаться игрой без всяких эксцессов. Вообще, я задумал прорваться, изучить сектора вокруг обители легенды, пролететь в аргонские сектора, повыполнять миссию у них, поднять репутацию. Потому что для покупки той же штак-квартиры, новой нашей, понадобится очень высокая репутация у аргона. Кроме того, мне хочется купить у корпорации АТОС любопытный кораблик, тяжелый истребитель ВЕНКИ. В чем его фишка, я потом попозже объясню. Ну, мне нравится этот истребитель, я посмотрел его характеристики. Вот, сейчас прыгнем поближе куда-нибудь. Наверное, из нового дохода проще будет начать изучение той части карты. Или, может быть, из цитадели Патриарха. Нет, все-таки отсюда, наверное. Прыжков. Ракета Полтергейст. Установлено. Вход в систему. Новый доход. Красивый сектор. Потрясающие пейзажи. И где-то здесь летает наш разведчик. Исследует сектор. Кстати, как там дела у наших других разведчиков? Исследование секторов в полном разгаре. Так, а где у нас третий Венкрон Лиры? Так, собственно, мне нужно вот выйти в врата. Это сектор Телади. Может быть, они даже предложат какую-нибудь миссию денежную. Уничтожить корабли. Ну что ж вы. Дайте какую-нибудь мирную, спокойную миссию. Миллионов это на 10. С вознаграждением. С вознаграждением. Так, я не туда полетел. Ну что ж ты будешь? Мне надо в стяжательство. Рейковая ракета полтергейст. Снято. Вход в систему. Новый доход. Вход в систему. Стижательство. Стижательство. Огромный пустой сектор. С потрясающей туманностью. Планеты здесь никакой нет рядом. Но зато красивейшая туманность. И одна из самых, на мой взгляд, лучших мелодий в X3. Автопилот отключен. Обломки корабля. То очевидно, в этом секторе когда-то давным-давно было большое сражение. Висят обломки кораблей. Вот это очень похож на сплитский. Бывший сплитский корабль. Так, вдалеке виду, вижу врата. Торговая станция Телади. Солнечная электростанция. Электростанцию нужно открыть. Может быть, она пригодится в будущем. Проследить за кем-то? В этом секторе требуются только шпионы. Так, это что? Это тоже обломки? Да. Это обломки дока оборудования. Да, здесь было нешуточное сражение. Столько обломков станций. Так, а живых станций здесь больше нет? Не видно, по крайней мере. Интересно подлететь к этому кладбищу. Так, рудная шахта. Тоже получите обстоятельства встречи. Тоже прошпионить. Да. Странный сектор. Шпионы здесь в почете. Шпионы здесь в почете. Здесь было какое-то поселение. Полностью уничтоженное. Потрясающе. Мертвый космический город. Мертвый космический город. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вход в систему. Монталаар. Монталаар. Аргонский сектор. Центральный сектор. Очень близко к планете. Мне кажется, если полететь, то можно войти в атмосферу и сгореть. Если полететь в сторону планеты. Сектор, похоже, тоже не маленький. Или это просто врата далеко расположены? Восточные. Рудная шахта. М-Альфа. Вы говорите с автомат... Что ты... Ты хочешь... Опять шпионы. Что ты... Опять шпионы. Ну, ребят. Это уже не смешно. Аргонский. Оперативная группа. Колосс. Колосс полностью нашпигованный истребителями. Аргонский. Стадион. Стадион. Большой транспорт переделанный под стадион. Аргонский мамонт. Тяжелый транспортный корабль. Лазеров на этом корабле вообще нет. Стадион. Не военный корабль. Вполне логично. Так, что здесь еще интересного? Никто не торопится на миссии давать. Да, вот две станции появились с миссией. Точнее, одна. Миссия боевая. Вряд ли я ее возьму. Вы говорите... У меня начинаю передачу данных. Это вас интересует? Уничтожить два корабля. Оплата 3 миллиона. Торговый конвой. Я боюсь, что это земной конвой. Совсем не хочется с землянами ссориться. Врата. Наследие Ролка. Наследие Ролка. Это уже не Аргонский сектор. Нам, очевидно, в те врата. Казино. Пассажирский лайнер. Пассажирский корабль курсирует между системами и станциями. Грузовые корабли. Сначала лифт... Перевозка заключенных. Барон. Перевозка заключенных. Это же баронский пассажирский корабль. Ранее манта. Использовалась только на королевской службе. Для перелетов членов королевской семьи и остальных. А сейчас возят заключенных. Раньше королевскую семью возили. Хорошо живут у них заключенные. Врата. Свет сердца. Следующий сектор. Свет сердца. Вход в систему. Свет сердца. Очень темный сектор. Три планеты. Раз. Два. Вдалеке три, видимо. Аргонская фондовая биржа. Фондовая биржа. А-ля торговая станция. Кстати, тоже никто не торопится нам давать задание. Вот какое-то задание есть. Мы уже отлетели. Подлетим на расстояние связи. Вы говорите с... Вы... Начинаю кодировать данные для отправки. Перевести семь военнослужащих. Это вас заинтересовало? Куда? Холма, ладно. По дороге тем более. Семь, шоссе, семь, сорок две единицы грузового отсека нужно. Да, и есть. С удовольствием перевезем всем военнослужащих. Прикопка разрешена. Автопилот в контакт с местной торговой сетью. Тем более по дороге. Врата. Холм Алладны. Прыжку. Ракета полтергей. Установлено. Вход в систему. Свет сердца. Так, летим в следующий сектор. Вход в систему. Холм Алладны. Так, это достаточно населенный сектор. Похоже, центральный. Нет, пограничный сектор. Две солнечных электростанции. Аванпост. Так, там дают какое-то задание. Меня интересует завод автоматических пушек. Как же он называется? Спецоружие, наверное. Две всего автоматические пушки. Вы говорите с... Начинаю кодировать данные для отправки. Для вас это легкая прогулка. Но как? Беретесь за работу? Нет. Пока нет. Так, здесь что? Вы говорите с... Хватит на меня таращиться. Сканировать эстероиды 430 тысяч. Вообще, я бы посканировал, если бы у меня не пассажиры. Вернуть корабль. Сложность тривиальная. Награда 15 тысяч. Ну, это совсем смешно. Так, нужно направляться к вратам. Что есть на аванпосту? Этот аванпост служит удаленной базой для действий военных кораблей. Боеприпасы, батареи. Пилоты с хорошими связями могут приобрести здесь современные военные корабли. Ускоритель частиц, фазовый усилитель. Ничего интересного. Вход в систему. Маяк Акиллы. Маяк Акиллы. Пограничный аргонский сектор с большой освещенностью. Здесь целесообразно строить солнечные электростанции. Они будут очень производительные. Но сектор очень большой. Один из самых больших. Автопилот отключен. Далее мы откроем солнечные электростанции. Странно. В аргонском секторе... Торговая станция Теладий. Торговая станция Теладийская. Может, совместное владение какое-то аргонцев и Теладий. Теладийская. Продолжение следует... может в описании сектор здесь написано же почему здесь тела день нет про тела денис лова солнечный вы говорите начинаю доставить корабль и интересно вот это уже другое дело долететь за 10 минут до электростанции попробую сколько мне этих пассажиров вести еще час сейчас вызов гепард прототип команда принято вы говорите я уже за можно купить это может быть не так уж да я понимаю что это может быть не так уж так где гепард наш каждая минута дорога так в тех фратах ракета полтергейт снята вот систему маяк ахилы и становлюм прототип команда принята пересаживаемся и смотрим активировать наведение производственный комплекс легких щитов альпа в секторе обители легенды ах ты чёрт побери сектор не открыт но по вратам легенды будем по вратам прыжков ракета установлена вход в систему маяк ахилы вход в систему обители легенды ухты как далеко это станция и сколько времени 9 минут 7 секунд 44 километра за 9 секунд за 9 минут думаю успеем так вот наконец-то атос верфь но разумеется ничего купить еще не могу слишком низкая репутация всего плюс 2 сколько нужно репутации чтобы купить венди плюс 4 а сколько нужно репутации чтобы купить автоматические пушки которых здесь нет секторе ракеты высокой мощности самодоводящиеся ракеты молнии буря кристаллы микросхемы вооружение здесь нет только легкие щиты так может наверху что-то надо будет я начинаю кодировать данные для отправки детали двигателя вам придется постараться ну это следующий квест конечно конечно сейчас секундочку аргунская торговая станция вы говорите софта выкладку ну как берете за работу сканировать немножко астероидов так на то сверху нехороший квест дает надо будет вернуться 7 миллионов на дороге не валяется пора включать суп суп сколько времени 7 минут успеваем с запасом с огромным начинаем перегрузку вашего товара а вот до солнечной электростанции лететь далеко м бета обители легенды солнечная электростанция бета наверное с этих врат ближе так по времени 6 минут а вот это уже серьезно 122 километра похоже фейл так а что мы везем артефакты 72 артефакта нет вулкан артефакты не влезут это точно остается только ждать и надеяться что мы успеем очень мало времени дают надо включать суп нет не успеваем очень далеко интересно на каком же корабле надо лететь как так расчет делается с какой скоростью чтобы успеть доставить поехали да поехали поехали не успеваем куда ехать то нет однозначно фейл не хватает несколько секунд ладно так и есть время вышло выбрасываем нафиг эти артефакты артефакты выброшены в обители легенды там хорошая миссия установлена вход в систему обитель легенды так на верфи атос где она вы говорите для вас это лег убить кого-то вы говорите враги могут попытаться пересватить вас вам нужна эта работа да почему бы нет сектор заполнен войсками просто пусть войска с ними и разбираются а мы пойдем другую миссию брать атос так нам нужна атос верфи ох пошли лаги там видимо война какая-то серьезная карака захватить бы этот кораблик местные войска мне скорее всего не дадут это сделать так здесь есть какие-то бомбардировщики ракетные фрегаты пожалуйста акилла нет пираты здесь проживут не более минуты пираты карака все ракеты полет что у нас на верфи атос вы говорите софт начинаю кодировать данные для отправки интересно если вылечу сектора беретесь за работу мне зачтут квест по защите акилла атос эскорт акилла почему-то не стреляет ракетами он наверно пустой акилл акилл где он находится завод ракет булава ну попытка не пытка вы говорите софт вы умеете вот что на так наведение сразу включим маяк акилл это вот ракет булава ракета молния установлена вход в систему маяк акилл вы отлично справились с делом начинаю перевод денег ваше решение улучшилось плюс три друг 14 процентов так 50 километров и время 6 минут здесь точно успеваем примерно мы делаем чуть больше десяти километров в минуту в черном солнце наш следователь обнаружил корабль ксенонские я думаю что этих ксенонских эль брошенных валяется просто куча в одном только секторе с хабом я видел несколько кораблей лишь три штуки три эльки брошенных во сектор с хабом зачищен и там аргунский фрегат какой-то плавает ну что ж хорошо главное миссию не проворонит сорок одна минута вы говорите со выкладывай пилот пристыкуйтесь чтобы я мог перегрузить товар хорошо началась перегрузка товара на тос верфь а тос верфь мы уже можем прыжковый маяк прыгать вход в систему обитель легенды время 3 минуты замечательно а тос верфь идем в собережение вы говорите со выкладывай пилот вы говорите со вы начинаю кодировать данные для правки на курии супертяжеловоз по дешевке нужен ли он мне по дешевке наверное нужен мне понадобится транспорт для снабжения мегакомплекса ракетного посмотрим его характеристики грузопты подъемность 7400 да мне кажется он столько же и стоит на верфи мегака между мегакомплекса гранps в мегакомплекса отлично ваш репутация улучшилась плюс 4 счет двадцать один миллион уже так меркурий супер тяжеловоз ну так он стоит вас модификации 529 а я побитый который еще чинить надо мне предлагают за за сколько вы говорите за вы начинаю кодировать данные для 134 однако в четыре раза дешевле не знаю да нет нет смысла на спичках экономить нас 21 миллион корабль стоит 500 тысяч еще чинить так сохранюсь к я пожалуй надо глянуть боевые миссии вы говорите начинаю кодировать данные для отправки придется постараться тоже можно мне нравится защищать при наличии такого огромного количества войск в секторе так меж кого-то куда-то надо доставить я уже забыл совершенно 30 минут в холм а ладно и на аргон станция военнослужащих нужно доставить так кто там окуяки не я не буду связываться тоже битву сейчас посмотрим как его ракетами будут распиливать всю эту компанию а кури ну кто-нибудь один из ракетных фрегатов акива дает ракет ракетный залп а то в принципе этот должен его какой интересный кораблик я такой еще не видел гидал а тот войска да интересный весьма симпатичный таки у него и турели интересные анимированы так это эсминец мощный кораблик так его характеристики посмотрим 10 гига джоулей ухты энергия лазера но бывает и больше трюм хорош 12 орудийных турели в носовой турели зажигательный бомбомет фотонная пушка на здесь все по стандарту гауссова пушка но корабль красивый 3 куре я пока слетаю код этом заводе средних счетов альфа о надо ударный импульсный генератор подобрать пригодится в хозяйстве нет мне нужно аргонские задания выполнять я пойду оружие себе подберу и у меня по моему еще один ударный импульсный генератор должен быть в трюме нет нету так кто-то там взорвался один из закуреев ураган стрекоза оса москит большие боеголовка а а оперативные оперативная группа титан они бы мне не расшибли мой ударный импульсный генератор дедал в действий и минуты не прошло как у курей распилили а у а и и м и и м и и и и если и отлично ударно импульсный генератор ставим в слот так здесь что-то боевые вы говорите с автоматом начинаю кодировал кого-то убить опять кого-то убить что наверно что-то продают здесь что было ну ладно сейчас война закончится здесь я пока все-таки долечу автопилот отключен перепроверю может что интересное появилось вы говорите с автоматом начинаю кодировать данные меркурий супер тяжело вас производственной кучки средних счетов альфа здесь пара не радиоактивные отходы тоже неплохо кстати предлагает почему у меня вы провели фантастическую отлично отправляю деньги за работу замечательно я провел вот систему маяк акиллы вулкан пересаживаемся в вулкан и отвезем этих военнослужащих они уже заждались там наверное тесным трюме вулкана живы хоть живы так она с одной миссии осталось провести еще раз пол а ладно соседний сектор мне нужно батареи взять хотя бы 60 батареи перевод в холме ладно там есть солнечная электростанция так опять на безымянную станцию нужно привести пассажиров аргон станция до авто пилот плечен выговорите пошпионить паранит что-то привезти просит меркурия продается выкладывай пилот начинаю кодировать данные тоже за бесценок что еще упс 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 пилот отключен выговорите с автоматом для вас это вот убить плюс 4 советник достаточно низкая репутация органа в топоры войска барей да аргонская спрековка выполнена От имени президента и сенатора мы заявляем... Сообщение. Сколько по итогу? Почти 23 миллиона. Так. Может быть имеет смысл сейчас лететь вот в эти аргунские секторы и там миссии повыполнять. Только для этого нужно заправиться хорошо. Во-первых, гепард. Внимание! Служба безопасности у нас 9, 5, 0. Эти объявления на станциях такие громкие. Фабрика автоматических пушек. Интересно я их. Могу покупать. Новое изобретение аргонов. Этот комплекс производит... Не густо их, конечно. Мне они нужны. Мне они нужны. Так, а где солнечная электростанция? Здесь. Солнечная встряковка разрешена. Автопилот включен. Ракета чья-то валяется. Достаточно населенный сектор. Вы говорите... Вот что нам нужно. Слишком мало денег. Солнечная электростанция. М-бета. Стыковка выполнена. От имени президента... Заправляемся и... Прыгаем в убежище на Яны. Прыж... Ракета полтергейс. Снято. Вход в систему. Убежище на Яны. Солнечная электростанция. Здесь сразу снова заправится. Экс Эль Альфа. Так, что здесь у нас? Исследователь тяжеловодства. Аргонский исследователь. Последнее пополнение... Ничего интересного в этом корабле. Очень медленный... Легкий истребитель. Обладает высокой маневренность. В чем он тяжеловоз? Трюк достаточно маленький. Стыковка выполнена. От имени президента... Контакт с местной торговой сетью. Так. Заправились. Вот здесь. Выбил из Яны цены. Карта секторов не нужна. Так. Нужно лететь. Может прямо прыгнуть, чтобы не тратить времени. Прыжков ракета полтергейс. Установлено. Вход в систему. Убежище на Яны. Что здесь? Вы говорите с... Вот что нам необходимо. Вам придется постараться. Это вас заинтересовало? Вполне заинтересовало. Вы говорите с... Я... Это может быть не так уж просто. При выполнении задачи... Остерегайтесь врагов. Это... А вот это очень интересное задание. Чем оно интересно? Кахона Пекарни. Тем, что здесь очень мало войск. Я бы попробовал захватить, если это будут пираты. Если не пираты, плевать на эту Кахона Пекарни. Мне нужна Карака. Сделаю паузу. Так. Кахона Пекарня. Эль Альфа. Надо вызвать кепарта, чтобы он был под рукой. Заправить его батареями побольше. Унифицированный источник энергии. Используется по всей Вселенной Икс. Унификация источника... Сюда. Сюда. Так, все. Вы говорите с автоматической системой. Я рад. Это может быть не так уж просто. При выполнении задач... Давайте, ребят. Попытка не пытка. Пираты. Отлично. Сапсан меня этот смущает. Я его, пожалуй, уничтожу. Команда принято. Если мой гепард, он не уничтожит. Карака, вот она. Вот это моя цель. Если сейчас не появятся оперативники Аргона, то я ее попытаюсь захватить. Команда принято. Команда принято. Дополнительно сменить корабль. А вулкан мы отправим. Слишком опасно. Навигация. Прыгнуть и лететь на станцию. Нет, только не в чешуйку. В омикрон. Команда принято. Так. Конечно, показался Минотавр и захват мой отменяется. Вот надо же было именно Минотавру отсюда прыгнуть. Все, он сейчас забросает ракетами просто караку. Оргонский Оперативная группа Минотавр Или не забросает. Карака Это вот он плюется ракетами. В Каракуж что-то полетело. Оргонский Оперативная группа Минотавр Карака пока целая. Оргонский Оперативная группа Что он сможет с Каракой Минотавр Нет, не целая, к сожалению. Еще один оперативник появился. Гладиатор Все, бомбардировщик тут еще появился. Бесполезно. Вроде бы пограничный сектор оперативники бушуют просто. Нет смысла ее пытаться захватывать. надо попробовать потусоваться в пиратских секторах. Может быть там какой-то не пират попросит защитить станцию прилетят пираты на Караке. Вот там оперативников точно не будет. Ну вот летят молотом. Все, конец ей. бесполезно. Так, ладно, вот здесь какая-то вкусная миссия была. Все, вот у нас. О, еще один оперативник. Аргонский, оперативная группа. Бесполезно. Еще один. Сколько ж вас? Кахуна, фикарня, М, бета. Вы говорите, вот что нам необходимо. Это денежная миссия. Придется постараться. Это вас заинтересовало. Ну, давайте попробуем. Легкого вооружения Альфа Омикрон Лиры. Комбинат легкого вооружения Альфа. Так, восточные врата. Прыжков ракета ОСА установлено. Вход в систему. Омикрон Лиры. Вы говорите с авто... Что скажешь, Пилк? Не могу доставить ваш груз. Пристыкуйтесь сначала. Комбинат легкого вооружения Альфа. Прыгло. Идет перегрузка вашего товара. Доставить на кахонную пекарню МБТ. Прыжков ракета Желкопряд установлено. Вход в систему. Убежище Наяны. Три минуты Кахона пекарня МБТ. С запасом успеваем. Пиратский карака. Бедная карака. Странно, что она еще жива. С ней такая армада просто ужас. Два колосса, два титана. Минотавр бомбардировщик. Что тут со станцией? Прыжковка выполнена. Концент сообщения. Ну? Да, репутация повысилась. Плюс пять. Кстати. Ха. На этой аргонской верфи тоже нет штаб-квартиры. Нужно посмотреть на супер-верфи в обители легенды. Да, штаб-квартира есть. Ну, она сто миллионов где-то. гигантские фабрики со... штаб-квартира. Ну, она не к спеху как бы. Главное деньги сейчас накопить. Так, что здесь еще есть? Аргонская фондовая биржа. фабрика РАНС. Вы говорите с... Вы... Сейчас я дам... Карта кораблей. Ну, ладно, здесь похоже больше ничего интересного нет. Здесь у меня что, разведчик спутники развешивает? пойдем посмотрим, что в микрон лиры нам могут предложить. Вы отлично справились с делом. Начинаю перевод денег. Еще немножко репутацию подняли на халяву. Вход в систему омикрон лиры. Вы говорите софт... Я начинаю передачу данных. Истребитель предлагает за 646. Нет, пока не нужен. Вы говорите софт... Вы... Начинаю кодировать данные для отправки. Для вас это будет легкая прогулка. Это вас заинтересует... Да, конечно. Конечно защитим. Здесь тоже полный сектор войск, наверное. Кстати, нет. Но все равно оперативники сейчас прилетят всех разбомбят. Лишь бы мои спутники нетронами. Вот даже карака. Ладно, пока полетим к этой фабрике. Фабрику кристаллов защитить. оперативники. Оргонский. Оперативники. группа минотавр. Сейчас минотавр будет плеваться ракетами. Вы говорите с автомат... Вы как? Начинаю кодировать данные для отправки. Это вас заинтересовало? Так, парня надо быстро доставить. денег мало, репутация, репутация. Пиратский карака. О, какая война. может что-нибудь интереснее может и ракета. Коршун уничтожен. Светковка разрешена. Автопилот отключен. Класс. Там агавка прилетела. Истребители с авианосца видимо налетели. Да, бедная карака. уничтожен. ты есть в этом секторе больше нечего делать отправляю деньги за работу пойдем сюда к сокровищу установлено вход в систему сундук сокровищ здесь совсем не густо в смысле миссии кахуна пекарня эль альфа сплит астероиды просит сканировать нет рудная шахта м бета вы говорите с авто начинаю кодировать данные для отправки доставить ну да вполне миллион шестьсот тоже деньги начинаю кодировать данные для отправки для вас это легкая нет вот это мне больше нравится в черном солнце завод фазовых усилителей прыжков ракета буря установлена вход в систему черное солнце у как далеко мне бы в те врата прыгнуть прыжков ракета ураган установлена вход в систему я честно говоря озадачен почему у меня этот сектор открыт и ксенонский открыт у меня такое ощущение что один из моих разведчиков просто помер нет оба живы один в круге труда другой вагоне ранкары роща космодравки не в ту сторону немножко пошел но ничего страшного в этом в секторе склад добычи роща космодравки нужно будет полетать и попробовать там захватить караку найти какую-нибудь миссию на защиту станции надеюсь прилетят пираты на караке там уж оперативников не будет завод фазовых усилителей так поехали рудная шахта м-бета в сундуке сокровищ рудная шахта м-бета северная врата прыжку раке Battleis установлена вход в систему сундук сокровищ рудная шахт как онаông Warp а nogmar в ах начинаю кодировать данные для отправки. Для вас это лёгкая прогулка. Стрековка выполнена. Контакт сообщения. Ваша репутация улучшилась. Отлично. Летим дальше. Посмотрим, что там в чёрном солнце. Может нам что-то предложат ещё. Кого-то убить. Не вариант. О, там даже есть пиратская база. Что-то построить. Вероятно, вы столкнётесь с определёнными препятствиями. Хватит на меня таращиться. Вам нужно... Ну-ка, может в Omicron Lira мы... Врача Эль есть? Врача Эль есть, да. Насколько по времени она просит. Вы говорите... Вероятно, вы столкнётесь... За час 23 минуты. Возможно, я успею. Лететь недалеко. О, есть ли здесь доставка... Мамонт. Да, Мамонт есть. Можно попробовать, в принципе, построить. Особых проблем не вижу. Вы говорите с автом... Я... Вам нужна эта работа? Доставить корабль. Пиратская база. Вы говорите с... Че, как? Сейчас я отправлю вам... Доставить осьминог. Вы говорите с... Радом, начинаю... Убить. Вы говорите с автом... Что? Я начинаю... Доставить. Вы говорите с автом... Так, сколько за это раньше надо было? Вероятно, вы столкнетесь с определенными препятствиями. Ну так. Вас это интересует? Оно наверняка дешевле стоит. Ну, попробую, по крайней мере. Сначала, конечно, нужно было с Мамонтом связаться. Сказать, чтобы он наверх летел. Но задание могло бы... Вход в систему. Омикрон лиры. А что если свой Мамонт купить? Неплохая идея. 28. Нет. Дорого. У меня 29. И сколько же это раньше стоит? Ранчо Эль. 687 тысяч. Чистая прибыль. 8 миллионов будет. Неплохо. Если успели. Я надеюсь, он свободен. Ох, ох, какая у него скорость-то маленькая. Бог-то мой, зачем? Хоть свой Мамон покупай. Вообще грузовой корабль пригодится нам. Я думаю, купить его, что ли, загрузить туда. Это чертова раньше. Отдать ему прыжковый двигатель. Почему бы нет? Да, не жалко. Осталось у меня 656 тысяч. Этот сервис не займет много времени. Он доступен? Что, реально у меня столько мало осталось? Да, на раньше-то хоть хватит. Торговля раньше Эль. 687. Ага. Нифига себе купил. Называется. Быстренько. По-быстрому. Какую-нибудь миссию. Что-то. У вас не должно возникнуть труд. Убить. Выговорить. Вам нужно это. Защитить конвой. Выговорить. Ну, как же я так рассчитал. Я начинаю перед. Ну, ладно. Выговорить. Что-то. Ну, так что. Сопроводить. Выговорить. Что-то. Я немедленно начинаю. Поставить броню ТП. Выговорить. Умить. Вам нужно это. Опять пассажиры. Да что ж такое? Я не. Убить. Кажется, я миссию это все-таки заваливаю. Надо было рассчитать хорошенько. Ну, может успею. Может что-нибудь еще. Успею еще в круге труда, например, выполнить какую-нибудь бросье. Потом мама быстренько оборудовать прыжковым двигателем свой передать. Быстро прыгнет. Так, я с вулкана прыг-двигающийся отдам. Дополнительно бен грузами с мамонтом прыжковый двигатель. Прыжковый двигатель. Перевод произведен. Батарея. Перевод произведен. И мамот, куда может прыгать он у меня? Навигация. Прыгнуть в сектор. Да, до черного солнца он допрыгает. А где нужно построить? Построить нам новую станцию в более безопасном месте в секторе омикрон-лиры. О, да господи, да катаж по омикрон-лиры. Надо строить там даже без прыжкового двигателя. Нужно обойтись. Так, тем не менее. Солнечная электростанция. Солнечная электростанция. Экс-эль-Альфа. Вы говорите, что я буду... Карта святого. Вы говорите, что... Вы говорите, что я немедленно... Доставить там что-то им. Кремниевая шахта. А что, на саж на шахте? Брошенная гадюка в вагоне Ранкар. Разведчик оброжен. Ну, вы говорите, выхлопка. Вам придется постараться... Защитить. А, пойдет. Аргоны, оперативники мне в помощь. Так, если я заправлюсь батареями, мне на Мамонт нужно будет передать кучу батарей. Солнечная электростанция. Экс-эль-Альфа. И уж нужно будет обгрейдить хорошенько. Стариковка выполнена. От имени президента и сенатора мы заявляем. Рады видеть друзей. Под завязку. С местной торговой сетью. Так, записываюсь. Мелочь всякая. Пострелять ее, что ли? Для ускорения процесса. Потому что я там настреляю на этом неповоротливом гепарде. Хоть кого-нибудь перехватить не удастся. Пиратский лунь. Пиратский лунь. Рейдер. Цель в зоне поражения. Цель покинула зону поражения. Цель в зоне поражения. По-моему, это бесполезная трата времени. От имени президента и сенатора Аргонская Федерация благодарит вас за помощь в уничтожении агрессора. Интересное наведение. Это кто-то. Нифига себе, там он должен. Пиратский лунь. Исследователь. Цель в зоне поражения. Готов. Пиратский лунь. Пиратский лунь. Скорпион. Цель в зоне поражения. Готов. Готов. Грузовой ответ сейчас задержит. Ракета отравлена. Готов. Пиратский. Снова рейдер. Почему бригантина? Серьезно, что-то? И где оперативники? Так, вот один уже есть. Это кто? Бомбардировщик? Тоже потянет. Гладиатор. Только он как-то хило стрельнул одной ракетой. Ну, наверное, нет в трюме больше. А на бригантина уже там толпа ракетли. Или не летит. Я обознялся. А, нет, летит. Ну там агавки-то она собьет. Причем легко, мне кажется. Сейчас зенитные орудия заработают. Нет, какие-то там агавки прорвались. Недавно стало известно, а существовали неградского действия. Ищет. Ну, довольно слабый. И сменится. Пиратское одно слово. Так, новый рейдер у меня совсем рядышком. Все, она летит. Надо ее немножко погреть. Главное, шахту не задеть. А кто ж тебе поможет? Ты об этом пожалеешь. Что это я пожалею-то? А, это я в кого-то своего попал. Эй-эй-эй, извини, извини. Чуть репутацию себе не испортил. Ну, что там с бригантиной? Пиратский бригантина. Там агавки только. Вот когда нужны оперативные группы, их нет. Не понимаю. Сколько мне за эту миссию дадут? Миллион семьсот. Надо ждать. Надо ждать, пока бригантину не приговорят. Мне, конечно, ее не запилить на моем М6. Пойдем, мне лучше, что ли, помочь. О, бригантина уже на последнем вздыхании. А вот сейчас ее можно попробовать и добить. Вальдринские торговцы, здесь все, откуда ты? Я, похоже, до нее просто тупо долететь не успею. Вряд ли она меня успеет сильно повредить. Скорее всего, вон те тамагавки ее убьют. Нет, она сбивает. Так, попробуй ее все же. Тормози. Умри. Умри, бригантина. Не попадает. Здесь. Два миллиона еще за бригантину дам. Вы провели фантастическую операцию. Отправляю деньги за работу. Так. Вулкан все передал. Его нужно отправлять стыковаться на... На куда? На... На... Нашу. Пусть на верх мародер летит. Прыжковый двигатель оставлен. Команда принята. Так, покупаю ранчо Эль. Это дурацкая. Ранчо куплено. Приказываю ему ожидать и сам прыгаю в сектор. Прыжков ракеты, греческий огонь. Снято. Вход в систему. Омикрон лиры. Выгружаем в станцию. Вулкан. Приказы специальные. Расположить станцию ранчо Эль. Располагаем на майке. Навигационный буль. Отсутствует. Сообщение. Все выполнены. Итого у меня уже 12 миллионов, не считая покупки мамонта. Так. Турелем пока нечего ставить. Автопрыжок. Да, минимальная дальность. Дозаправка топлива по максимуму, наверное. 100 прыжков. Это 2000 батарей. Пусть загружается вообще по максимуму. Цена навигации. Хватит у него батареи прыгнуть в мой сектор. Да, в свет надежды хватит. И пусть он тоже стыкуется с верфью. Пусть он тоже стыкуется с верфью. Нет, стыкуется я не хочу. Нет, стыкуется я не хочу. Кайман танкер мне не нужен. Так, ну ладно, надо записаться и заканчивать эту умиротворяющую серию. Под такую прекрасную просто музыку. Получилась такая спокойная, будничная серия. Серия. Как бы, если даже и вспомнить, то и вспомнить не о чем, да? Но тем не менее, мы подняли репутацию Аргона почти до плюс 7. Заработали делик. Купили большой транспортный корабль, из которого мы будем делать ремонтную базу. И будем ремонтировать крупные корабли с помощью этого «Мамонта». Всем пока. До встречи в следующей серии.